Добрый вечер, соратники! С вами Цельнозор. И сегодня мы установим целостность видения, целостность картинки и поговорим о применении звука. Разные применения для разных целей. Например, вот это интересное видео мне плавалось еще в 90-х годах. И тут человек, исследователь, он изобрел типа летающей таилки. И он говорит об особенностях получения левитации. Левитации в том числе в помощи звука. И вот он, в частности, говорит, что когда он проводил эксперименты вибрациями, вот вибрации в газировке, он тряс бутылку просто-напросто. И появлялись две бутылки, два пузыря в бутылке. Один в одну сторону, в другую, в другую получалось, на поверхности крутились. Когда они друг с другом сталкивались, они просто разлетались в разные стороны. Посмотрите, это никакой магии, только движение. Вот тот опыт, который он проводил. Тут из ничего на ровной поверхности появляется один сначала пузырик. Странно, да? Он проводит аналогии с планетой и орбитой, с Солнцем. Дело в том, что динамик производит звук, который передает вибрации, соответственно, вот этой жидкости, которая вызывает определенные явления на поверхности своей, сопоставимые с движением орбитной планет, как он говорит. Вот происходят вибрации. И вот, смотрите, в нижнем углу права один пузырик появился из жидкости, заметьте, появляется второй. Вот, смотрите, маленький присоединился. Что с ним произошло? И если это применить к источнику получения левитации к нашему аппарату, мы позже расскажем, как это, детали об этом. Даже плазменный аппарат, который формирует вращающийся торнадо внутри себя, и вокруг, и снаружи тороидальный такой вихрь образуется. Когда он это делает, это все равно, что вы рукой вот так вот проводите в одну сторону. Примерно такие же явления, как вы проводите рукой, и воздух вокруг вашей руки крутится. И здесь то же самое происходит. Смотрите, когда самолет производит вторичный вихрь вокруг себя, примерно как вот эти вот пузырики. Посмотрите. Наш самолет, это в центре, он крутится, а вокруг него происходят вихри. Но если два вихра соединяются с разным спином, с разным направлением вращения, то они отталкиваются. Но если правильно их распределить между собой, они каким-то образом на определенной дистанции, например, на орбите между собой, как бы сцепятся. И смотрите, что произойдет. Когда просто два ряда нестабильно, но на определенной дистанции они почему-то становятся стабильными. И если поместить что-то между ними, получается некая орбита, и если в пространстве позволить им вращаться, то очень сложно будет их контролировать. Так что мы переходим к стабильной форме. Почему я начал это говорить? Посмотрите на картинке. Почему так называемые Rose Window розетки такой формы? Чуть позже объясню. И смотрите, если три таких пузырика вращающих, то они уже стабильно формируют определенную структуру, как вот клин птиц. 3,9 шариков всегда в некий такой треугольник выстраиваются. Если они вращаются, то они как будто бы привязаны к этой структуре. А вот сейчас, пожалуйста, он говорит, что будьте свидетелем чуда. Если вы стоите здесь, в одном углу комнаты, а в другом углу комнаты, либо занавеска будет, либо свеча, вы можете подуть, но как бы вы сильно не дули, вы никак не повлияете ни на занавеску, ни на большого воздушного слона, неважно, шарик, либо свечу. Но, если вы возьмете вот некий приборчик, который может создавать вихрь, и приложите меньшее количество энергии, вот этот вот тороидальный вихрь, смоук ринг, то есть это такое дымовое кольцо, оно пройдет через всю комнату и повлияет как-то на свечу. Посмотрите. Сейчас мы покажем, и чуть позже я покажу более современное видео этого дымового кольца. Все, что вы можете видеть здесь, это некое такое вращающееся вещество, тороид, структура, которая может проходить сквозь пространство, и за счет определенного вихря, который формируется перед ним и за ним он как бы вращает между собой материю, самоподерживающийся вихрь. И получается, он как бы проскальзывает между пространством. То есть какой-то поток, он не борется с потоком, он заставляет вращаться в материю вокруг себя, и он таким образом проскальзывает внутрь. То есть он, сзади него образуется поток. Посмотрите, вот он, что он показывает. Вот это кольцо из дыма. Это самоподерживающийся вихрь. И он много экспериментов проводил, быстро-быстро ими выстреливал. И он здесь проводит некие аналогии со светом, который так же себя ведет. А вот более современное видео, которое я подобрал для вас. На очень большие расстояния вот это устройство направляет потоки энергии. Он называет это дымовой базукой, но даже вот с этим маленькое устройство. Позже я вам покажу, почему оно мне так нравится. Это в следующем видео. О, это он. И как этот принцип был использован нашей предыдущей цивилизацией для очень интересных вещей. Я фишечку закинул. В следующем видео. Это использование плазменных технологий. Но вот такой же принцип. Посмотрите. Практически никаких усилий. Небольшая вибрация. Немножко энергии, которой может быть и электрическая энергия, и поля просто созданы. И немножко дать сжатого воздуха. Получается некая плазменная вихрь, которая может лететь очень далеко. Но как мы это можем применить? Как мы это применяли? Посмотрите. Если сверху идет заряд, поток энергии через несколько рупорных антенн резонаторов, усиливающих это другу, потому что где вибрация, там энергия. Идет вниз. Снизу тоже идет. Фрактальные антенны гонятся волна. Стоящая волна вверх. Когда они друг с другом сталкиваются, что происходит? Я думаю, примерно вот такое же. Два самоподерживающихся вихря, образующихся. Один сверху, другой снизу. Сталкиваются друг с другом, и происходит то, что он показывал, что происходит в бутылке при вибрации. Энергия появляется как бы из ниоткуда, из ничего. И когда два вращающихся вихря сталкиваются, появляются третий, четвертый, пятый. Почему я это говорю? Мне кажется, как в магнетроне, как в розетках, происходит то же самое. Посмотрите. Происходит вращение, вибрация, и происходит некая материализация энергии из ниоткуда. Самоподерживающаяся вихрь и структура, которым нужно куда-то выходить. И для этого нужно окно. Вот этим окном направляли энергию. Посмотрите. Ведь не случайно форма Роуз-Винду совпадает с формами, которые при определенных вибрациях образуют вода и образуют песок. На какой частоте работает церковь внутренне, а у каждого здания и сену частота? Примерно такой же формы и Роуз-Винду с такими же завитушками. Причем не случайно они позиционированы. Это, как правило, трех лепестков. Роуз-Винду сама форма Роуз-Винду розетки окна. Это, как нарезка для ствола. Она закручивает вихри. Если пулю закручивают нарезки, нарезной ствол закручивают, то Роуз-Винду сделает это для энергии. Потому что при определенных вибрациях, а вибрации там и вихри происходят, посмотрите, что происходит с песком. Тоже просто вибрация. Просто вибрация снизу. И при определенных вибрациях не только это появляется некий вихрь наружу, но и происходит вращение. При одной вибрации в одну сторону, при в другую, при другой частоте в другую сторону, при совмещении, посмотрите, происходит два вихря одновременно, самоналожение и полный хаос. то есть получается энергия, сталкиваясь друг с другом, увеличиваясь в своей мощности силу. В одну сторону, при одной частоте, смотрите, это вращающееся движение против часовой, на самом деле, по часовой снизу, смотрите. Сейчас переключаем, вот получается наложение, смотрите, сколько в энергии выброса и на другую частоту вращение меняется. Если мы возвращаемся на прошлую частоту, мы видим то же самое. То есть это не случайность. При определенных частотах происходит вращение. Таким образом, обычным вращением заставить материю поворачиваться в одну сторону. Что еще меня удивило, то что вот эти формы при разных частотах и антенны, и смотрите, фигуры какие, напоминающие древние орнаменты наших диких предков. И что меня вообще удивило, вот это мне напомнило некие планы зданий и вот развалины в Мерсике. Посмотрите, теона на кавельках, неважно как он называется, в общем, это один в один вот эти вот руины зданий развалины. Они повторяли форму песка при определенной частоте. То есть все здания, комплекс зданий были направлены. Посмотрите, это не просто колизей, это не просто такой амфитеатр, так называемый. И вообще наложение полей звуковых и немножко электромагнитных порождает самые разные эффекты. Вот же Эсминец Элдридж, он пропал. И много других, вот посмотрите, что Хатчетсон творил, а потом что-то он затихло. Ну, не могу сказать, что исчез, но он затихнул. Левитировали металлы, металл сплавлялся с кристаллом, с деревом и так далее. Посмотрите, он накладывал несколько, в основном, магнитных полей друг на друга, частот и звуковых. Две-три звуковые волны и высокочастотные катушки для Теслы. Потом он добавил другие. Но вот это получил начиная с обычной акустики, со звуковых пол. Посмотрите, огромный тяжелый шар вылетает под действием по сути только вибраций. Вот некоторое время думают и подскакивают вверх. А что происходит в церквях так называемых, которые совсем не церкви, соборы, кафедральных соборов, касседроз. эти формы, они не случайно, посмотрите, они копируют форму волны, они соответствуют частотам церкви и они направляют энергию. То же самое происходит в магнетронах. такие же завитки. И эта энергия, которая вбушивает церковь, она создается и направляется зданием церкви, форма зданий. Она не случайна, она природоподобна, она вихреподобна, она следует естественным вибрациям, естественным потоком энергии. потому что, будь иначе, разнесло бы эти здания давно такими потоками. Особенно окна. Посмотрите. Это не случайно. Форма вихрей задается. Как на литоне энергия течет по выемкам и потом скотот аналдуют. Каждый такой розвинтус это маленький такой магнит энергия звука вибрации как правило органом направляемой и контролируемой через кристалл идет на вот такой розвинтус. И просто мысль так подумать. Если ядерный взрыв это всего лишь вибрация и энергия. Всего лишь. По большому счету там много вибраций энергии. И звездные форты старфорд звездной крепости производили энергию используя вибрации земли. Могут ли эти энергии как бы встретившись и соединившись не случайно в звездной крепости по всей земле рассыпан в таком состоянии идеально. Могут ли эти энергии так же столкнувшись друг друга свести в ноль манигилировать. Просто мысль. Слишком много звездных крепостей наполовину обрубленных. как будто был генератор и он выставил сколько мог до последнего и они как обрезаны. Как вы думаете такое возможно? Напишите в комментарии. Спасибо и до встречи. встречи.